ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Терпич трава, плакун трава, одолень трава, водный спас, пятеродниковой воды, самое лучшее для человека. Шестой спас, ореховый спас, питание орехами. И седьмой спас, маковый спас, питание маком и другими семенами. Вот, семь спасов описывает самое лучшее питание для человека. И не даром в русских народных сказках колобок, репка, заячья избушка, семь героев. И с явного тела человека начинается семь я, семь я, потому что у каждого человека есть семь телес сил. Вот она, семь я, она всегда при нас. И лучше всего, конечно, явное тело у человека выглядит, когда он строит свое волшебное родовое поместье, где есть семь элементов. Это вещи лес, райский сад, священная роща, сворожье ума, сказочный теремок, волшебные зеркальца, прудик. И добрые друзья животные, конек-горбунок, вещи-ворот, матерь-сва, сова. Второе тело, которое у каждого человека есть, это жар-птица. Жар-птица в русских народных сказках. Сейчас на Земле ученые уже начинают жар-птица понемножку находить, нашли ауру. Но аура это только маленькая часть жар-птицы, потому что жаре тела у человека от двух до пяти сажений в каждую сторону. Когда человек начинает развиваться, жаре тела становится 20 сажений, 30 сажений, у святых по 108 сажений. Жаре тела, стихия, огонь. Владея жарим телом, Баба-Яга летает на метле, на ступе. Азован Царевич, используя жаре тела, летает на ковре самолете. И сейчас каждый человек, развивая свое жаре тело, ускоряет наступление своей мечты. Чем сильнее у человека жар-птица, чем ярче и быстрее сбываются все его мечты. И вот говорят, Баба-Яга людей в печи жарила. Обманывают. Потому что Баба-Яга запекала, садила ребеночка на лопату. И когда печка уже протоплена, она его там прогревала, как в бане. Потому что баня, это лучшее русское народное лекарство для того, чтобы восстановить свою жар-птицу. Жар-птица в бане чистит свои перышки. Горячая, холодная, горячая, холодная. Жар-птица раз, почистила перышки. И после бани человек чувствует такой подъем сил. И чтобы восстановить свою жар-птицу, каждому человеку использовать надо русский народный способ. По грибы, по ягодам. Когда ты идешь в лес, один гуляешь. Собираешь грибы и ягоды, в это время твоя жар-птица восстанавливается. Потому что больше всего жар-птица портится от искусственного электромагнитного поля, от этих проводов, мобильных телефонов, которые окутали человека и засасывают его в виртуальный мир змеев-горыничек. А живой мир, он всегда стучится, всегда готов поддержать человека. Ведь когда человеку не хватает энергии, и он ест шоколадки, пьет кофе, он сжигает свою живу, энергию жизни. Поэтому умирают в ряхлости и болезнях. А жаре тела можно восстанавливать живым природным способом. В баньке и по грибы, по ягодам. И вот баба Яга, которая видела, как аз Иван-Царевич скаткал на сером волке. Селена Прекрасной подарила мне волшебные гусельки. Волшебные гусельки. Вот, аз скачу селены прекрасной на сером волке. А сверху, заметьте, летит баба Яга на своей ступе и меня оберегает. И после этого решила подарить мне памятные гусельки, как сейчас дарят картины. Вот здесь растут яблони с яблочками, летает жар птица. И именно питание молодильными яблоками – это самое полезное для усиления своего жарьего тела. Сейчас русский народ живет в основном в городах. А что такое города? Это горе роду. Всех людей, которые живут в городах, жар птица практически все время в клетке находится. Поэтому люди очень быстро дряхлеют и очень много болеют. И рано умирает. Потому что, как только ты укрепишь свою жар птицу и заходишь в свою квартиру, а рядом с тобой бабка умирает, мужичок зеленого змея принимает. И в этот момент твоя жар птица ослабляется, а их усиливается. Происходит усреднение общей энергии. Поэтому настоящее развитие жарьего тела возможно только в родовом поместье. Когда ты начинаешь жить в своем родовом поместье, питаться со скатерти самобранки, жар птица у тебя очень скоро становится большой, по 50 метров в каждую сторону. И на все свое родовое поместье, один гектар, ты распространяешь свой жар птицу. И растения тогда растут в 5 раз быстрее. И уже есть такие случаи. Ты обогреваешь свои жар птицы и свою родную семью, и свои деревья, свои цветы, своих бабочек, своих животных. Все друг друга усиливают, и очень происходит быстрое развитие. И только когда восстановишь свое жаре тела до определенной степени, можно хорошо восстанавливать уже и следующие тела матрешки. Третье тело силы, которое есть у каждого человека, это волшебное зеркальце. Третье наше матрешечка, на вье тело. Волшебное зеркальце смотрится бабой га, когда варит свое варю. В волшебное зеркальце смотрится герой сказок в колодец, в озеро, в реку. В царице смотрится волшебное зеркальце и говорит, Светное зеркальце скажи и всю правду доложи. И вот настал момент, чтобы каждый человек по праву смог полностью воспользоваться своим волшебным зеркальцем. Чтобы пользоваться им днем, нужно войти в момент вечности, в момент здесь и сейчас. Ведь люди живут так, что у них постоянно мысли о прошлом, о будущем кто-то мечтает. И теряют вот этот момент вечности. Момент вечности это момент настоящего. Ведь прошлое и будущее мы придумываем здесь и сейчас. Сейчас никто даже не знает, что было в Великую Отечественную войну. А что говорить о том, что было сто лет назад? Тысяча. Прошлое, оно как вода течет, меняется, его переписывают, передумывают. То же самое с будущим. Волшебное зеркальце это стихия воды. Ну а ночью мы пользуемся волшебным зеркальцем сновидением. Снави – видение. Навье тело. И овладение волшебным зеркальцем – это осознанное сновидение, когда ты спишь и знаешь, что ты спишь. И там можно встретиться лично и с Кащеем, и с Бабой Игой, и с Иваном Царевичем в волшебном зеркальце поговорить. И главное – можно восстановить свою родословную. Можно встретиться со своим прапрадедушкой. Узнать его мудрость. Он расскажет о своих предках. И так восстановить родословную на семь поколений. И стать родоначальником. Эта сказочная возможность появляется сейчас у каждого человека. «Утро вечера мудренее», – говорит Баба Яга. Потому что ночью, когда Баба Яга уложила меня спать, в волшебном зеркальце, в осознанном сновидении, я узнаю слабое место змея Горыныча, чтобы потом прийти и победить его. И каждому человеку дается с Нави видение, волшебное зеркальце, чтобы он мог там изучить возможные выборы. И сделать самый правильный выбор потом в мире Яве, когда человек проснется. Поэтому утро и вечера смудренее. Нави тело у человека еще очень хорошо восстанавливается, когда он начинает изучать родную буквицу. «Аз, Бого, Веда и в глаголе Добро». Каждая буквица несет правильный образ, который позволяет восстановить Нави тело. Ведь Нави тело на современном языке – это тело информации. Четвертое волшебное тело, которое есть у каждого человека, называется путеводный клубочек. Клубье тело. В моей волшебной семье хранится путеводный клубочек. Вот он мой красавчик. У каждого человека есть свой родной путеводный клубочек. Но у большинства людей путеводный клубочек сейчас спутанный. Поэтому люди пыкаются-мыкаются. Одна жена не подходит, вторая жена не подходит, третья не подходит. Одна работа не нравится, вторая не подходит, третья не та. Та же ситуация и с домом родным, и с друзьями. И пока ты свой путеводный клубочек на место не поставишь, тебе даже десятая жена не подойдет. Потому что только восстановив свое глубье тело, можно с интересом и вдохновением найти и любимую жену, которая тебя будет всегда радовать. И труд созидательный, который принесет тебе полный достаток в дом. И верных друзей. И самое лучшее место для жизни. Потому что для каждого человека все это записано в путеводном клубочке. Пойди туда, не зная куда. Принеси то, не зная что. Это наша главная сказочная мудрость. Потому что только ты должен определить, куда тебе идти и что делать. А когда люди начинают слушать чьи-то советы, все, они пропали. Лиса их обхитрила. Почему у людей спутанный сейчас путеводный клубочек? Да потому что люди начитались книжек, у них вот такие дома в голове стоят ровными полочками. Наслушали всяких духовных учителей и других товарищей. И все. Клубье тело пострадало. Потому что в эпоху лисы есть пастырь, есть овечки, которые за ним идут. И у всех этих овечек будет нарушен путеводный клубочек. Потому что нужно пойти туда, не зная куда. И принести то, не зная что. И тогда клубье тело твое правильно действует. И ты живешь так, что исчезает полностью серость будней. Ты движешься от одного интересного события к другому. От одного интересного события к другому. И народная мудрость так говорит о клубье теле. Каждый человек должен родить сына, построить дом и посадить дерево. Это наше земное предназначение, записанное здесь в путеводном клубочке. Но у человека есть также и звездное предназначение. Оно уже записано в световых телах. Путеводный клубочек, как привести лучше всего в порядок каждому человеку. Наблюдением за путями земными. За деревьями, за птичками, за муравьями. Древний русский способ. По грибы, по ягодам. Когда ты идешь по лес, той тропинкой, которая тебя притягивает. И в это время твое клубье тело восстанавливается. И ты начинаешь чувствовать, что тебе надо в жизни делать. И перед тобой открываются все двери. Когда у человека клубье тело правильно действует, о нем говорят. Путевый человек. А когда у человека путеводный клубочек разорван, испорчен, о нем таки говорят. Непутевый человек. Именно с путеводным клубочком связаны семейные узы. Узелок завяжется, узелок развяжется. И поэтому, для того, чтобы лучше понять твое клубье тело, очень важно изучать наши славянские наузы. Древнее славянское письмо. Узелковая письменность. Трехмерная письменность. Вначале у нас появились наузы. Потом уже появилась буквица. А потом уже появилась вот эта А, В, В, Г, В. И вот, научившись правильно плести наузы, поняв их магию, их волшебство, человек тоже может укрепить свой путеводный клубочек. Ведь всегда по древним славянским традициям на свадьбу завязывали волшебный свадебный узелок. Перед важным делом тоже завязывали узелок. И до сих пор осталась русская поговорка «Узелок на память». Изучайте наузы, плетите и восстанавливайте свой путеводный клубочек «Добрый молодцы и красный девица». Путеводный клубочек – это четвертое тело каждого человека. У всех людей есть четыре сильные тела. Это явное тело, жарье тело, навье тело и клубье тело. Когда человек рождается, они у него появляются. А когда человек умирает на земле, приходит смерть, смена мерности тверда, они распадаются и остаются на земле. Но человек улетает на своих световых телах. У каждого человека есть три световые тела. Это колобье тело – колобок в русских народных сказках. Дивье тело – диво дивное. Тело волшебника. Тело превращения. И светье тело. Тело чистого блаженства. И поэтому говорят, человек живет один раз или много раз. Все эти истины правильны. Потому что человек живет один раз. В семи телах. Один раз только живет. И много раз живет. В трех телах. Когда человек рождается, в него появляется семь тел. И когда человек умирает, у него остаются три световые тела, на которых он улетает на звезды, на свою родную путеводную звезду. Ведь наша Родина – это весь Млечный Путь, сварга причистая. У каждого человека на небесах есть родная путеводная звезда. И сейчас Аз расскажу вам о световых телах человека. Колобье тело. Пятая матрешечка. Колобье тело. Это колобок в русских народных сказках. Ведь сказки про колобка говорится о родословной славян, поэтому дети ее так любят. Колобка испекли старик со старухой. Это сварок и лада в центре Млечного Пути. Взяли муку, сияние звезд из всех частей сварги причистой. Добавили из Млечного Пути молочка коровы Зимун. Сметану, на которой замесили тесто. Из этого молочка же сделано было масло, на котором колобка и жарили. Масло – это свет нашего ярилы солнца. И вот испекли наши три световые тела. Колобье тело, дерье тело и светилье тело. Колобье тело золотистого света. оно соткано из света ярилы солнца. Дерье тело соткано из света твоей путеводной звезды, родной, с которой ты прилетел. И светиль тело соткано из муки небесной, из разных частей личного пути. Поэтому все, что видит человек, все это является его световым телом. когда мы смотрим на звездное небо. Все это кусочки нашего сознания. Мы связаны с каждой звездой на небесах. И вот колобок, когда его спекли, взял и покатился. И сказка о колобке рассказывает об испытаниях русского народа, которые мы проходили в эпоху лесы. Испытания зайца мы прошли на трусость. Испытания волка мы тоже прошли на агрессию. Испытания медведям на жажду власти мы тоже прошли. А вот испытания лисицей на умение отличать правду и ложь мы не прошли. И поэтому лисица съела колобка. И люди сейчас живут в основном с отключенными колобками. Колобок-то есть. Вот он. Колобье тела. Золотой сияющий шар разума. Но он в запасах Родины хранится. Итак, как же подружиться со своим колобком? Восстановить свое колобье телом? Нужно понять, как наш колобок перестал светиться. Да потому что люди перестали делать крамолу утреннее приветствие солнца. Сейчас люди молятся на искусственное солнце, на телевизор, на компьютер, на мобильный телефон. Оттуда же идет свет. Но это свет змеев Горынычей, который человека засасывает в виртуальные миры лжи и обмана и потребительства. И только снова, когда человек начнет делать крамолу приветствовать солнышко утром, получать от солнышка божественные новости о том, что происходит в солнечной системе. Что будет в 12 году? Как тебе туда вписаться? Все это по утрам нам солнышко сообщает. И перед рассветом, перед тем, как солнце взойдет, идет солнечный ветер, который весь мусор из головы человека выметает, очищает сознание человека. И с первыми лучами солнца приходит мудрость, правда жизни. Потому что солнце, оно имеет новости для каждой травинки, для каждого цветочка, для каждой бабочки, птички, для каждого человека. О том, как лучше провести этот световой день. Солнце предлагает нам световую программу развития на этот день. И вечером, когда мы делаем крамолу, вечерние проводы солнца, мы отчитываемся ему о добрых делах, которые мы сделали в течение дня. Солнышку, как к нашему самому красивому, самому мудрому, самому здоровому и самому радостному учителю. И вот, когда люди начнут снова делать крамолу, станут крамольниками, тогда и восстановится наш колобок, который питается светом. Когда у человека восстанавливается колобок, он называет себя Аз. А когда у человека колобок не работает, а есть только земное Я, он говорит Я. Я верит в Бога, не верит в Бога, люди ради этого воюют в эпоху лесы. Аз ведает Бога. Только когда ты переносишь свое сознание в колобок, когда ты становишься Азом, вспоминая, что ты Аз, тогда ты Аз Бога ведает, Аз есть царь. Когда восстанавливается колобок, о человеке говорят, о, он живет в царем в голове. А когда колобка нету, так и говорят, этот без царя в голове. Если вы вспомните русских царей, у каждого царя вот так была держава, такой шар в руке и скипетр. Ну, у меня тоже есть сказочный скипетр. Вот это. осиновый колобок. Вот. Аз есть царь. Когда человек становится царем, когда он восстанавливает свое колобье тела, подружится со своим колобком, и когда он полностью выстраивает свой позвоночник. Скипетр это символ ровного позвоночника, поэтому аристократы, цари всегда имели царскую осанку. 33 богатыря. 33 года Илья Мурами спал на печи, потом встал и начал защищать матушку Русь, потому что только тот, кто восстановит полностью свой позвоночник, 33 богатыря, тот сможет победить Змея Горыныча. 33 года старик ловил золотую рыбку, и только на 33 год ее поймал. Когда ты выстроишь свой позвоночник, твои желания будут сбываться просто мгновенно. Золотая рыбка к тебе приплывет. Это тоже все связано с колобьим телом. Вот царские атрибуты пора уже завести каждому человеку. Да здравствует колобок! Аз Иван Царевич утверждает церковь колобка. Кто верует в колобка, берем, кто не верует, не берем. Церковь это церродовой круг отца мы ведем. Кто наши отцы? Да наши отцы колобки. В центре нашей земли золотой колобок, ядро. Солнце золотой колобок, наша путеводная звезда на Млечном пути, золотой колобок, наша звездная Родина. В центре Млечного пути тоже золотой колобок, сварок, который освещает весь Млечный путь. И Вышень, вокруг которого крутится наш Млечный путь, сварка Пречистая, тоже золотой колобок. То есть все мы дети золотого колобка. Пора это вспомнить, потому что в эпоху волка берут царей и царит людей, которые восстановили свое колобье тело. Хватит пялиться в эти рептильные солнца, крокодили, телевизоры, компьютеры, мобильники. Только когда ты начнешь смотреть на свет солнца больше, чем на свет искусственный, только тогда твой экология тела по-настоящему начнет восстанавливать. И ты узнаешь всю правду жизни непосредственно из первоистоков, из света. Станешь просветленным человеком. Будет говорить Ваше святейшество. Ваше сиятельство. Это так говорят о людях с восстановленными колобками. Ура! И шестое волшебное тело, которое есть у каждого человека, называется диво-дивное. Дивье-тело. Тело волшебства. Вот она наша красавица. Дивье-тело. Используя дивье-тело, человек может превращаться в волка, в медведя, становиться маленьким, как мальчик-спальщик, или огромным, как святогор. А святогор же Илью Муромца с конем в карман ложит. Представляете, какой размерчик. Дивье-тело. У всех людей откроется в эпоху волка, в эпоху волшебства. Туда берут настоящих волшебников. И вот волшебство спускается на землю. Трудно поверить о том, что я была Иваном Царевичем, но это так. На земле наступает день сварога. И волшебство спускается на землю. Активизируются световые тела силы каждого человека. И все люди смогут стать настоящими волшебниками. Слово о полку Игореве говорит не угнаться в песню за баяном. Тот баян исполнен дивных сил, наполняя свящего напева серым волком обувь кружи. И действительно баян превращался в серого волка, в орла и над местом событий парил как орел, видел, что там происходит и потом об этом пел свои песни. И сейчас это сказочное время возвращается снова. И поэтому так много показывают фильмов про волков оборотней, которые превращаются то в человека, то в волка. Почему? Потому что идет эта энергия, энергия чудес. В каждой области России сейчас построили музей. Где-то музей Колобка, где-то музей Бабы Яги, где-то музей Кощея Бессмертного, Соловья Разбойника. Сняли фильм «Реальная сказка» с безруковым, который рассказывает о том, как мы, сказочные герои, приходим на землю. Это все наши добрые молодцы готовят мир к приходу русской народной сказки, чтобы она поселилась и в душах людей, и на Ягу. Дивье тела укрепляется светом путеводной звезды. У каждого человека на небесах есть родная путеводная звезда, звездная родина, откуда человек прилетел. Когда человек рождается, его душа прилетает с путеводной звезды через полярную звезду корову зиму, через ярило солнца спускается на землю. И когда человек умирает, его душа снова подымается через ярило солнышко, через полярную звезду корову зиму, на свою путеводную звезду. И так мы путешествуем. И вот наш дом, он большой, это звездный дом. Настает тот момент, когда мы понимаем, что самая главная игра на земле называется вспомнить все. Потому что люди своими световыми телами сотворили все, что мы видим. Весь Млечный путь сотворен нами. Солнышко нами сотворено, земля, все, что мы видим сотворено человеком. И в конце мы сотворили вот эти тела в себе, чтобы поиграть в эти земные игры. Для этого придумали разные эпохи. Эпоха финиста ясного сокола, эпоха орла, эпоха ворона, эпоха лисы, эпоха волка, чтобы испытать все возможные игры на земле. И в конце концов мы полностью вспоминаем, что мы боги. И возвращаемся на звезды. Игра продолжается, игра бесконечна и вечна. Поэтому нету никакого порабощения землей инопланетянами, серыми, нету никакой ошибки образного периода. Есть игры, которые мы, люди, придумали, и в них мы играем. В разную эпоху свои правила игры. Эпоха сонного царства, материализма, питание мертвой пищи заканчивается 21 сентября 12 года. Уходит время лисы, время богини Мары, богини смерти. И начинается эпоха волка, его покровитель бог Велес, вещи лес. И именно вещем лесу на нас нисходит божественная мудрость. И восстановление дивии тела еще напрямую связано с правильным использованием волшебных трав. Разрыв трава, одолень трава, терлич трава, плакун трава, сон трава. и другие волшебные травы. И последнее человеческое тело, седьмое, называется свете тела, тело чистого блаженства. вот оно такое маленькое, маленькое часть матрешечки. Но оно маленькое, если мы считаем земного уровня. А если мы смотрим с небес, мы видим, что самое большое у человека тело свете тела, чуть поменьше у человека дивье тело. И так далее. С небес мы ведем отсчет с большой матрешки. А с земли мы ведем отсчет с маленькой матрешки. Вот и все. Когда человек активизирует свете тела, вспоминает свою божественность, тогда он испытывает постоянное блаженство и благодарность жизни за все, что происходит, видит игру происходящего. Пока человек живет в сонном царстве, он живет такими категориями добро, зло, день, ночь, свет, тьма. А когда человек просыпается и свои световые тела восстанавливает, днем светит ярило солнышко, ночью светят звезды, и мы двигаемся от солнечного света к звездному, от звездного к солнечному, от солнечного к звездному, от звездного к солнечному. Жизнь превращается вот в такой фейерверк волшебства, от одного интересного события к другому, от одного интересного события к другому. Вот эта настоящая жизнь, которая готова для каждого человека. То есть вот эта серость будней, суета-сует, одно и то же, нелюбимая работа, есть у человека, который сидит в сонном царстве. Проснись, восстанови свою матрешечку, собери свои семь телес, и будет тебе счастье, радость, богатство, полное наслаждение от жизни и блаженство. И, конечно же, для этого очень хорошо связать вот такой волшебный узелок, древо жизни, который состоит из семи разноцветных нитей. Научившись вязать волшебные узелки, человек может научиться владеть своими земными телами. Научившись раскрашивать свою матрешечку, семь матрешечек можно взять и самому раскрасить. Можно собрать свои семь тел воедино, почувствовать, что это такое. Вот такие игры я предлагаю поиграть всем людям. Вот оно, мое любимое древо жизни. Ношу в своей волшебной сумме. Добрые молодцы, красные девицы, соберите свою матрешечку и будьте счастливы и благословенны. Приглашайте Ивана Царевича на Сером Волке в себе в гости, и я прискочу к вам и расскажу вам много-много интересных сказочек. До встречи!